Сейчас мы с вами сделаем вот такую анимацию. Свяжем сначала все части тела, а потом анимируем. У вас в вашей папке есть сцена части тела. Откройте её. Здесь находятся все части тела, не сгруппированы. Я специально человечка разгруппировал. Этот человечек был готовый, а я его разгруппировал, написал все части по-русски. Сейчас мы сделаем следующее. И ещё посмотрите, у вас в ваших материалах есть три картинки. Человек один, человек два, человек три. Откройте человек один. И посмотрите. Это как бы ваша шпаргалка. Тут указаны точками, где должны быть центры вращения каждой части. Вот допустим у головы, вот здесь внизу, да, чтобы она могла наклоняться. У рук в верхних частях, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки. Я думаю, вам понятно. Но здесь уже все центрированы части, да. Тут вам не придётся сейчас центровать. Я должен был сказать, как это делается. Долго это центровать, поэтому тут уже всё готово. Но вам нужно сделать следующее. Вот следующую картинку откроем. Тут видим, какая должна быть иерархия. Что к чему пристыковывается, так скажем, да. Сейчас давайте иерархией займёмся. Пускай у вас будет перед глазами вот эта картинка. Так, я вот не знаю, куда я себе её тоже. Вот смотрите, давайте начнём с таза. Всё идёт к тазу. Вернее, не с таза, а снизу. Давайте возьмём нижнюю часть. Это у нас ступня. Так, здесь посмотрим, где здесь фронт. Так, ступню выбираем. Её привязываем к голени. Если ступня левая, значит тянем её на левую голень. Вот, на неё натянули. Перетянули. И она связалась. Дальше идём. Ступня правая, голени правой. На неё оттянем. Голени можно закрыть. Минусы эти. Затем голень левая идёт на ногу. А голень правая идёт на ногу правую. Сюда перетаскиваем. Ногу закрываем. Голень левая идёт на ногу левую. Закрываем. Затем, нога левая идёт сразу на таз. И нога правая тоже на таз. И на левую ногу, смотрите, не перетяните. Так, дальше идёт кисть. Кисть левая идёт на руку низ левую. Вот сюда, да? Затем. Кисть правая идёт на руку. Низ правая. Так, потом рука низ правая идёт на руку вверх. А вот она ниже, да? Рука вверх правая. Затем, рука низ левая. Рука вверх левая. Затем, руки связаны со сплечами. Вверх левая с плечом левым. Рука вверх правая с плечом правым. Затем, плечи соединяются с грудью. Вот эта грудь. Так, ключа с грудью. И это ключа с грудью. Затем, тут голова идёт к шее. А шея идёт тоже с грудью. На грудь. Затем, так, грудь идёт на торс. От торс идёт на таз. Вот и всё. Вся иерархия. У вас должно так же получиться. Теперь будем анимировать. Посмотрите следующую картинку. Вот здесь нарисовано. В каких кадрах, какое положение человека должно быть. Вот в первом кадре такое положение. В пятнадцатом такое и так далее. Давайте здесь нам нужен вид слева и вид фронт или камера. Тут надо будет выбирать. Удобно. А здесь удобно смотреть. Включим кнопку анимации. Должна быть на первом кадре стоять. И первый кадр настроим. Посмотрим картинку. И вот по картинке я её подвину в сторону. И буду на неё смотреть. Начну с руки с правой. Её подвину. Так. ротация. По иксу. Двигаю. Так. Затем выбираю нижнюю часть руки. Так. Нога идёт. Нога стоит прямо. Мы пока по картинкам будем делать. но по идее тут должно идти уже как бы вперёд. Потом ещё будем настраивать. Сначала поставим как по картинкам. Если желание будет настраивать дальше. Так. Левая нога идёт. Так. Куда она отсиделась. Левая нога сюда пошла. Рука немного назад. первое положение настроим. Настроили. Переходим на 15 кадр. Но это будет конечно медленно как тут на картинках нарисовано. Будет слишком медленно. Тут сколько 60 кадров. Мы потом всю анимацию просто когда эту настроим уменьшим два раза. так просто пока удобнее будет настраивать а потом всё вместе сжать. Итак на 15 кадре тоже по картинкам. нога назад пошла ступни маленько выбираем сжать. Здесь наверно мне можно поставить на паузу урок. настроить настроить потом показать результат иначе видео будет долго идти. Давайте я поставлю на паузу. Все эти кадры прорисую по картинкам пока настраивать будем опять вместе. ну вот я настроил вернее не настроил а просто первоначально все подвинул а сейчас нужно сделать следующее вот смотрите у нас первые кадры и последние должны быть по идее одинаковые а у нас чуть-чуть отличается давайте скопируем просто возьмем где у нас есть кадры в первом ключе первом кадре и в 60 первый копируем и вставляем где-то на 59 потому что 60 уже занят если я его сейчас удалю то у меня видите сюда я уже не вставлю поэтому я на 50 так не скопировал что ли копи фрейм сюда вставлю потом только этот удалю а этот подвину и так следующее все надо проверить где есть ключи этот копируем но вообще-то я зря надо было сначала посмотреть точно ли у меня первый кадр поставлен это условие если у вас первый кадр хорошо настроен тогда только копировать на 60 а то сейчас получится что если потом первый не понравится то и 60 придется переделывать так что это лучше сделать уже в самом конце после всей настройки сейчас нужно настроить здесь фронт и во-первых мы так широко не ходим как матросы да поэтому нужно немного сузить особенно когда встает на землю вот смотрите возьмем эту ногу да допустим вот когда он встает на землю это мне уже пригождается мои же уроки по 3D Max когда я обучал анимацию человека так мне вот не нравится что здесь сразу не меняется поэтому я на сцену перейду здесь включу чтобы всех юпортах сразу было видно так теперь посмотрим в каком кадре он встает на землю во-первых на первом кадре так вот сюда его немного не как женщина конечно или как кошка ходит прямо по полоске но немного пошире если бы женщина была тут допустим я бы поставил вообще почти на центр там мужчина так не ходит тем более робот похож на робота затем на 15 кадре у нас эта нога пошла мы ее сейчас ближе к центру на 30 так это нога нога кто взял надо верхнюю часть ноги брать нога это тоже и 60 тоже это нога как и странно посмотрим еще какие-то промежуточные кадры нужно настроить вот обратите внимание в 3д максе делал походку тут больше женская получилось в общем потому что я близко сделал ноги друг другу близко как у кошки или женщины вот обратите внимание как ну тут надо обратить внимание на таз он видите все равно ходит вверх вниз вверх вниз еще и поворачивается поэтому нам нужно тоже когда он встает на землю чуть-чуть опускать вниз таз так лучше числовыми значениями чуть опустили затем подняли 45 опять опустили в 60 обратно подняли можно копировать значение допустим с 15 на 45 ставили чтобы одинаковые были значения и наклоны тоже вперед когда он ногу вперед ставит то и наклоняется маленько и наклоны немного самого туловища если он ставит допустим левую ногу вперед то наклоняется чуть вправо если ставит правую ногу то наклоняется чуть влево сейчас слишком медленно непонятно сейчас уменьшим когда ключевые кадры сожмем когда будет больше понятно когда все ключевые кадры настроили то первый можно не копировать вставлять это по желанию либо вот вставать на первый кадр смотреть где здесь ключи стоят вот я вижу что здесь поменялось да отсюда копирую стою на 60 сюда вставляю и таким образом у меня будет одинаково везде первый и последний нужно чтобы было одинаковое ну вот я настроил ну как я сказал слишком медленно получилось давайте это я сохраню и когда сверну таз возьму все это вот так вот два раза уменьшу посмотрим что получится вот уже лучше у него и погодка такая как будто бежит конечную сцену я вам тоже сюда оставил анимация человека называется я на этом закончу и